Первая очередь Долу Хистра, то есть это означает родина священных коз. Так, в этом городе, то есть много раз было именно в истории разные землетрясения, и также древний город Долу Хистра или Кекова, который мы сегодня называем его, был основан в пятом веке до н.э. получается. Так, первое большое землетрясение было в первом веке н.э., то есть потом еще было в втором веке н.э., то есть самое грозное землетрясение, особенно в этом территории, было в шестом веке н.э. И после шестом веке н.э., где-то 10-15% в территории города ушел в воду, поэтому назвали его Затанувший город. То есть в этом городе такие большие-большие археологические разгубки не смогли проводить, но в 18-м году проводили археологические исследования, и это показало, что около 300 домов, 86 систем, вот то, что я вам показываю, это системы водоем, они где собирали дождевую воду, и также с таким образом, и также, конечно же, они повторяются, вы тоже, наверное, заметили, идет глубину где-то в 5-6 метров. То есть если 86 системы находятся в этом же городе, то есть самая большая проблема именно в древнее время была в этой воду. Поэтому они собирали в каждую воду. Вот дренажную систему вас можно также замечать, то есть примерно каждые 5-15-20% они чаще повторяются. То есть все дома в этом городе, они были двухэтажные. То есть внешний этаж, они ползали как склад, либо как сарай. Крутоя чистая вода. То есть в будущем люди получается об улице, никак их не замечают. Смотрите, есть такие ступеночки, то есть которые между домами, они также могли подниматься до верхней части. То есть получается, что мост на большом землетрясении, самая высокая точка в этом городе уже стала 188 метров. По ступеньке. И протяженность в этом городе была очень сложная. Когда-то под ним шлили люди. Так, что вас можно замечать еще? Смотрите, вот такие деревья. То есть это рожковые, то есть хлебная неровная, много много слова и очень много оливковое деревья. То есть это что означает морская торговля, также в этом городе. Заметели такие квадратные дырочки? То есть они с полками разделили между бедями. Первый и второй этаж. Можете заметили также тут, только крыши никаких. Они не остались, потому что они были древнанные. То есть течение полтора тысяч лет из-за влажности, из-за всего, именно они исчезли, получается, и охранялись до нашего дырка. Так, в этом городе, если увидеть очень много оливковое дерево, они, значит, они приготовили из него рыбный сос тоже получается, и также оливковое масло, и которое, естественно, занимались они с морскими торговыми. Тут один, единственный сервер, и территория этого сервера начинается именно из этой стороны. То есть, наверное, сейчас заметно, вот, солнечный зайчик, то, что я вам показываю, это территория, как это было, византийский сервер. То есть тут заметили, наверное, квадратную арку. То есть среди арка вас можно замечать символ христианства, то есть крестик. Вот, заметили его? Вот где солнечный зайчик? Среди арки, наверное, уже заметили. Но крестники чаще вас можно замечать именно в этом городе. То есть смотрите сейчас, мы видим, что зайчик, минимально, вот сейчас, уже, сейчас, уже заметили, вот, где зайчики? Вот это среди дома, наверное, также заметили, то есть и также показывают посток. То есть это был красный угол, когда у каждого христианства Санкт-Петербурга нуждается. То есть христианство скоро также снова выйдет, но только, конечно, картина в этом городе, вот, очень сильно изменила, снова вот такая система, которую замечаем, это также под уема на хранише, то есть ведь они собирали свой этаж новый угол, и благодаря этому они могли жить только долго. Так, очень интересную информацию, что в пятом веке нашей эры, во время Великая Чума, его голосовали, как карантин. То есть, ну, либо сюда привезли полных, либо из дорогих. То есть, ахренеть нам, конечно, точно не знаю. И никакое время также его воспользовали, как казарм. То есть, особенно, когда люди хотели напасть в город Амиру, первая защита против врагов также встретилась в этом же городе. То есть, снова систему, наверное, заметили. То есть, водоем, снова такие дома, конечно, то есть, они ушли в воду где-то 10-15 метров, получается, после большого землетрясения. Как собирали дронажную воду? Вот, смотрите, тут есть систему снова. То есть, с такими дронажными системами могли собираться именно дронажную воду, оставшиеся именно пускали в воду. То есть, это также рядышком главная дронажная система. То есть, это уже после первого века Нашера, после того, как разрушался именно эллинистический город. То есть, в первом веке Нашера, помните, наверное, во время Пакса Романа, ведь также появляется еще римская баня. Город, конечно, не был огромным, поэтому только один римская баня, возможно, именно замечает в этом городе, потому что землетрясение уже осталось на берегу. Так, смотрите, тут сейчас я вам показываю три отдельные комнаты, наверное, заметили, то есть, эпидариум, калдариум и ферегидариум, то есть, теплая, горячая и холодная комната, это читается, рядышком был бассейн, и то есть, после купания, после бани, где могли именно сразу охлаждаться. То есть, сегодня, в принципе, у римская баня выглядит типа как турецкая баня, как русская баня, то же самое, это же понятие. Так, смотрим сейчас внимательно. Солнечного зайчика, тут где густарник, заметили такой большой крестик? Вот тут, вот между этими густарниками, конечно, они еще выросли, после дождя, вот тут заметили, наверное, вот так. То есть, помните, я вам по пути говорил, что когда еще продолжалось великое гонение христиан, когда они направлялись к святому Николаю, то есть, они приближаться очень сильно боялись, потому что, если в это время моего они либо казнили, либо посадили в тюрьму, то есть, издалека, как уже заметили, этого креста, то есть, что поняли, в этом городе воспринимают христиан. То есть, спокойно мы смогли также приближаться, получается. Так, скоро еще увидите самое главное, что порт города, но не такая огромная территория, не ожидая, потому что город и был маленьким, и также корабли были маленькие в древнем мире, но только 15-16 корабль примерно мы смог также спокойно пережаловаться, и также...